Добрый день! Вы на нашем канале 10 лучших островов для отдыха. Как мы оказались здесь? Я показывал в предыдущем видео аэропорт Дубай терминал номер 3 зону вылета. А в этом видео я покажу, что представляет из себя зона ожидания вылетов пассажиров или их еще называются транзитными зонами. Именно там находятся все кафешки и магазины Duty Free. Вы сейчас видите зону B, также далее вы увидите зону C и потом в конце зону A аэропорта Дубай терминал номер 3. Видео снято в формате 360 градусов, что позволяет вам кликнуть мышкой на экран и поворачивать экран налево-направо, вверх-вниз, куда хотите, на что хотите обратить внимание. В Дубай мы прилетели 25 декабря 2020 года. На один день забронировали отель, посмотрели башни Бург-Калифа, поющие фонтаны. И на следующий день на утро у нас был самолет забронирован до Мальдив. На Мальдивах первым нашим островом был остров Маафуши, где мы были три дня. После Маафуши мы добрались до острова Тодду, где встретили Новый год. После Тодду через Уколос-Розду добрались до острова Фериду. После Фериду на государственном пароме добрались до острова Мативели. После Мативели через Малье посмотрели, побывали на острове Фулхаду. В общей сложности в нашем путешествии по Мальдиву мы побывали на 8 островах и одном резорте. Мы не зря назвали свой канал «10 лучших островов для отдыха». Это канал для самостоятельных путешественников, кто планирует сам свое путешествие. До Мальдив мы были прекрасной Малайзии, лучший остров Ланкави, совместивший пляжный отдых с магазинами Дьюти Фри, где смешные цены на шоколад, парфюмерию, спортивные товары, алкоголь. Самый красивый остров в Таиланде называется Симиланы, на втором месте острова Пхипхи. Именно там снимался фильм «Пляж» в главной роли с Леонардо Ди Капри. Именно там происходит фаер-шоу с дискотеками до утра. Там мы встретили Новый год. Следующим нашим путешествием были Филиппины. Посмотрели остров Баракай, пляж которого не хуже Мальдивского. После Баракая прилетели на остров Сибу, где есть возможность покупаться с китовыми акулами, величиной с автобус в открытом океане. После Сибу перелетели на остров Палаван, где есть чудо такое природное, называемая подземная река, их три в мире. Также переехали в городок Эльнида, где проходят туры по островам. Прошлый Новый год мы были на Шри-Ланке. Посмотрели ее исторические такие центры, как Сигирия, Канди, Новорелия, Элла. Были на пляжах Бентота, Унаватуна, Мериса. На нашем канале вы также сможете увидеть Сингапур. И как посетить эту страну на 96 часов без визы. Остров Синтоза, где мы бронировали отель. Как вечером и какие аттракционы лучше посмотреть. Парк Юниверсал. Какие аттракционы там лучше посмотреть. И как это сделать, потому что народу очень много. Планируем побывать в Бали, Сейшелах, Французской Полинезии, Египте. Как видите, впереди много интересных видео. Обязательно к нам подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ну а я давайте продолжаю знакомить вас с аэропортом Дубай, терминал номер 3. Я уже выложил видео, что представляет из себя зона прилета аэропорта Дубай, терминал номер 3. Информацию для транзитных пассажиров. Где происходит регистрация билетов для транзитных пассажиров. В каких местах. Выложили видео, что представляет из себя зона вылета. В терминале номер 3. И как раз с нее мы начали это путешествие по транзитной зоне. И хотел еще раз напомнить, что видео в формате 360 градусов. Позволяет вам кликнуть мышкой на экран. И поворачивать экран. Налево, направо, вверх, вниз. Куда хотите. На что хотите обратить внимание. Вы сейчас видите непосредственно лифты, на которых мы поднялись после прохождения таможни и паспортного контроля. А мы продолжаем дальше с вами путешествие по транзитной зоне Б. До недавнего времени международный аэропорт Дубай являлся крупнейшим в Объединенных Арабских Эмиратах. В структуре которого несколько терминалов, включая грузовой, три пассажирских и два терминала с класса с сервисом ВИП. Согласно статистике, он наиболее загружен. Поэтому на расстоянии 70 километров от него, Арабские Эмираты начали строить другой аэропорт. Называется Аль-Мактум. Он сдан в первую очередь в 2010 году. На данный момент он еще строящийся. Но по заверениям Объединенных Арабских Эмиратов, будет самым крупнейшим в мире. Но по нашему мнению, сингапурский аэропорт намного интереснее, чем аэропорты Дубая. Там более современное все, более красочное. И если сравнить магазины Дьюти Фри, то, скажем, на алкоголь, парфюмерию, шоколад, в Лангкаве магазины Дьюти Фри были намного дешевле. В Шри-Ланке и в Колумпуре дешевле был алкоголь и парфюмерия. Аэропорт очень длинный и очень мало движущийся дорожек для такой длинной аэропорта. Продолжение следует... 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вы посмотрели зону Б, сейчас мы на лифту спустимся в зону С. Также можно на вот этом эскалаторе спуститься. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова внизу вниз, гуляемся по А а А он небольшой. Ага. Все. Он закончился. И пипецк. Пипецк. Играет музыка. 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 Продолжение следует...